Байсикл Гвардианс Байсикл Гвардианс Итак, давайте присмотримся к нашей коробочке. Коробочка у нас черного цвета с белыми цветами, то есть никаких красных, зеленых и так далее здесь нет. Коробка полностью черно-белая. Итак, что же у нас здесь изображено? Ну, как обычно, у нас надпись Байсикл идет, наверное, стандартная. Далее нарисованы такие ангелы, мчащиеся на колесницах, запряженные лошадьми. Кстати, хочу заметить, что рисунки в этой колоде очень детализированы. То есть, все прорисовано вообще до мельчайших мелочей, тени. Там, в общем, все вот эти художественные элементы здесь вот присутствуют. То есть, колода прям офигенная, любоваться ей можно очень долго. Итак, здесь, значит, у нас ниже идет надпись Playing Cars, игральные карты. Эта же надпись продублирована на французском. И написано Guardians. Ну, Guardians это что-то вроде хранители, стражи, там, охрана. Ну, переводов много, но так как здесь ангелы, да, то, соответственно, ангелы-хранители. Итак, покрытие у нашей колоды, как обычно, Air Cushion Finish. Ну, как это байки любят делать, да. И здесь, как обычно, написано, где произведено. То есть, Made in USA. Ну, сзади написано, что это карты премиум класса. Ну, и так далее. Особо вчитываться мы не будем. И надпись на крышечке, то, что Standard Face, стандартные лица. Итак, откроем нашу крышку. На крышке, как обычно, предупреждение о том, что все логотипы и так далее, принадлежит компании Bicycle. Откроем нашу колоду. Посмотрим, что у нас здесь есть. Итак, первым делом здесь, конечно же, есть рекламные карты. То есть, сама, значит, студия Теорий 11. Здесь рекламная карта с ссылочкой на их сайт. Ну, и какие-то здесь правила. Я, честно говоря, не вчитывался, неинтересно было. И здесь далее, опять же, карта рекламная, которая часто она встречалась в других колодах. Это, помнишь ли ты, правила, да. То есть, где можно зайти на сайт и посмотреть правила различных игр. Ну, что же. Теперь давайте поглядим, что у нас здесь есть. Первым делом, конечно же, Джокеры и Ту Спик. Вот таким вот классным образом у нас прорисованы Джокеры. То есть, здесь изображен ангел, который мочит падшего ангела. Тот пытается подняться, но все тщетно. То есть, Джокеры оба идентичны. Что-то я присматривался, присматривался, но никаких различий я здесь не заметил. Прорисовано все очень классно. Здесь вот такие вот, каждая перышко прям вот прорисовано. Там вот, со всякими вот этими нюансиками. То есть, через камеру, возможно, это не видно, но если присматриваться вот так вживую, то это все видать. Вот так вот покажу, насколько камера передаст. Второй Джокер абсолютно такой же. Вот такие вот красивые Джокеры здесь. Так. Туз Пик. Как всегда, отличительная, очередная особенность отличительная у колоды, да, это Пиковый Туз. Что здесь изображено? Здесь изображена пиковая мазь такая и закрытая огромными крыльями. Крыльями как раз вот этих вот ангелов. Ну, сверху Bicycle Guardians написано. United States Paint Card Company. Made in USA. Ну, и серийный номер, когда были произведены. То есть, вот такой вот красивый Пиковый Туз. Давайте сразу посмотрим на рубашку. На рубашке у нас изображено то же самое, что изображено на Джокере. То есть, ангел бьет падшего ангела копьем. Я, кстати, думал, что раз карта от Теории 11, думал, может быть, здесь будут опять какие-то надписи на латыни. Но нет, здесь ничего такого я не встретил. То есть, вот такие вот рубашечки у Bicycle Guardians. Ну что же, теперь давайте посмотрим на саму колоду. И потом чуть-чуть мы сравним ее по цветам с классической расцветкой. Потому что здесь расцветка маленько отличается от классики. Лица, да, здесь стандартные, как я уже говорил. Но цвета немного отличаются. Ну, собственно, как и во всех колодах от Теории 11. Итак, давайте посмотрим. Значит, обычные карты у нас обычные. И вот теперь давайте присмотримся немножечко к остальным картам. Самую малость давайте я сейчас найду в классических картах. Тоже пикового вальта. И сейчас мы все это дело сравним. Итак, какие здесь различия по цветам. То есть, я взял Bicycle School, чтобы сравнить с Guardians. То есть, по цветам обратите внимание, да, желтый цвет, как в классической расцветке, опять же отсутствует. Он заменен на такой серебристый. Синий цвет, обычный синий, сделан у нас темно-синим. Красный цвет сделан темно-красным. Ну, и, собственно, как бы все, да. То есть, желтый у нас заменен на серебристый. Красный темно-красный. Синий темно-синий. Ну, черный также остался черным. Белый также остался белым. Вот такие у нас небольшие различия по цветам в этой колоде. Лица классика. Те же самые классические лица. Да, по поводу красного цвета. То же самое. Немножечко цвета затемнены. То есть, если мы присмотримся к Bicycle School, на Bicycle School, точнее, у которых стандартные цвета, да, то есть, мы видим, что здесь цвет поярче. Камера, может, не передает сильно, но я вам говорю, что здесь вот цвет поярче, здесь вот чуть-чуть затемненный он на Guardians. Ну, собственно, как и на всех картах, вот, Теория 11, да, у них, наверное, фишка такая, делать немножечко темноватыми красные цвета. Вот такие вот у нас классные карты. Стоят они, кстати, недорого. По-моему, я их за 450 рублей заказывал. Вот, так что, кому интересны дизайнерские карты, например, надоели там байки-стандарты, да, или что-то, кто-то хочет что-то себе уже поразнообразней, то, собственно, можете присмотреться к Guardians, потому что цена, ну, 450 рублей. Вот такие вот у нас карты. Ну, то есть, покрытие Air Cushion Finish, да, то есть, обеспечивает офигительное скольжение нашим картам. То есть, мы можем поделать ленточки, вееры, тасовочки все хорошенькие, да, то есть, веер раскладывается изумительно, что один, что два. То есть, флориши крутить, так же они подойдут. В общем, обычные карты, обычные байсиклы-стандарты, но только уже с дизайном совершенно другим. То есть, что было бы, да, если бы эти ангелочки были заменены на ангелов-хранителей. То есть, привычные ангелочки на великах заменены на таких вот классных ангелов-хранителей. Ну что ж, друзья, на этом наш обзор окончен. Кому понравилась эта колода, то ссылку в описании, конечно же, я оставляю. Ну, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк, и до встречи в следующих видео. Пока!